Друзья, всем привет! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов drshilov.com и makivara.ru. Этот видеоподкаст в тему продолжения восстановления моего бицепса после разрыва. Вот уже прошел месяц, как я разорвал бицепс правой руки и рассказывал уже в двух подкастах о восстановлении. И первый видеоподкаст у меня был о том, как диагностировать травму, кто виноват и что делать, то есть как надо поступить, какая последовательность, какая тактика и стратегия при получении подобной травмы, при растяжении, при отрыве, частичном разрыве сухожилия мышцы и так далее. Второе, это был отчет о том, как я восстановил функцию после травмы такой, что у меня на амплитуде движения все вернулись. Я сказал, что когда я буду восстанавливать силу мышцы, которая безусловно после травмы такой частично утрачивается, я запишу новый подкаст. Ну вот, значит, восстанавливал все это время силу бицепса, но учитывая тот факт, что, конечно, мышцу нельзя перегружать и перетруждать, потому что можно просто добиться микроразрывов, и тогда просто будет рецидив сам травмы, и добиться можно таким образом отрыва полного, чего, в принципе, не нужно нам было совершенно. Нагрузка шла постепенно, то есть далеко не каждый день. Сейчас я достиг того, что нагрузка на бицепс у меня идет раз в 3-4 дня, небольшая. Но иногда я проверяю, как восстановилась сила. И смотрите, в чем, собственно говоря, проблема возникла. Работая симметрично новыми руками, я замечаю то, что правая рука у меня, конечно, на которой травма была, ну, утомляется намного быстрее. Чувствую напряжение намного сильнее. Ощущение такое, что она не то, чтобы устает быстрее, ощущение такое, что быстрее достигается памп, и она сильнее прокачивается. Ну, и в связи с этим, ну, как утомляемость возникает намного быстрее. То есть я, в принципе, могу левой рукой продолжить еще действовать, да, а правая уже все, она уже идет в отказ. Хотя нету ни боли, ничего. Ощущение такое, что вот просто я достиг вот пика пампа, да, жжение начинается и все такое прочее. С чем это связано? Ну, то объясняю. Дело в том, что обеими руками я хочу добиться одних и тех же, ну, там, плетут. То есть, так как я работаю симметрично, да, то, ну, там амплитуды хочется сделать одинаковые. То есть, сколько я довожу, предположим, левой рукой до верха, столько мне хочется довести правой. Но не все так просто. Дело в том, что после травмы правый бицепс стал покороче, короче. Видите, он от локтя, ну, тот ступ довольно-таки большой, гораздо больше, чем на левой руке. И в связи с этим, смотрите, что возникает. Так и есть ситуация. Вот работает, предположим, левый бицепс, да. Вот я даже возьму для того, чтобы было понятней гантель. Вот я поднимаю гантелю. И видите, бицепс сокращается. И сокращается он до самой верхней точки. До самой верхней точки у него идет сокращение. И вот только когда он уже поднялся до канала, вот я уже поднял руку вот до этого состояния, вот. И тут он еще все равно дожимается вверх. Вот только без сокращения бицепса, как и работает амплитуда. Всего лишь на все. Смотрите. Вот это идет уже без сокращения бицепса. По крайней мере, без визуального сокращения бицепса не видно, чтобы он там работал. Там уже работает плечевая мышца, клюва видно плечевая там. И тогда там уже много подключается различных мышц. Вот. То есть это уже идет комплексная работа, где уже не бицепс работает, а все, что только можно. Но головки бицепса уже практически, ну, тынтактный. А что происходит на правой руке? Из-за того, что головка бицепса стала короче? Вот смотрите, сокращение бицепса заканчивается уже при сгибе руки в 90 градусов практически. Смотрите, вот. Вот он сокращается. Вот. Все. Вот. И закончилось сокращение бицепса. Дальше рука идет без сокращения. Смотрите, какая идет амплитуда. Практически без сокращения бицепса. За счет других мышц плеча. Конечно, бицепс дорабатывает. Какие-то там микросокращения происходят. В смысле не микросокращения, а каких-то там отдельных микроволокон. Он весь, все волокна сокращаются. Но задвижения, они ответственны за минимальное уже после того, как вот эта фаза достигнута. Понимаете? И в связи с этим что получается? Что я достигаю как бы пика сокращения, а дальше еще дожимаю. Это вот, что называется, прожаться. Когда сократили мышцы, уже практически мышцы в изометрии. И мы ее еще сильнее сокращаем. Сократили, еще сильнее сокращаем. И она в изометрическом режиме работает. Здесь происходит то же самое. То есть я гантель поднимаю, бицепс уже практически не работает. Я в изометрии его пытаюсь еще сильнее дожать. В связи с этим рука прокачивается. Прокачивается бицепс намного сильнее, чем на левой. То есть получается, что доводка идет намного сильнее. И качественнее проработка идет. Что же будет? Получается, что вот в этой конечной фазе я немножко теряю в силе. На самом деле это все восстанавливается. Восстанавливается за счет перехватывания другими мышцами, это раз. А во-вторых, он научится дорабатывать вот на этих вот микросокращениях и наберет в этой конечной фазе свою силу. И в итоге мышца будет работать как правая рука, так и левая сила симметричная будет, однозначно. А учитывая тот факт, что я правша, а татра у меня была на правой руке, то мне восстановить это будет намного легче, потому что свою основную ведущую руку всегда восстанавливать в принципе проще. Она по жизни больше работает, она ловче, она лучше нагружается, то есть намного легче. Отстающие части даже здоровые труднее дорабатывать, да? А больные-то тем более. Если же ведущую часть мы работаем, ведущую руку, ведущую ногу, то здесь проблем не возникает. Поэтому у кого подобного же плана травмы возникали, не пугайтесь того, что вы теряете силу. Смотрите, сила может реально потеряться, если у вас полный был отрыв, и вы не пришили головку, не шили сухожилия, то есть вы потеряли часть мышцы. То есть из работы потеряли часть мышцы. То есть какая-то головка или какой-то огромный пучок в одной головке не работает. Вот вы пропорционально поперечнику сечения оторванных мышц, которые исключены из работы, и потеряете свою силу. И восстановить ее потом будет очень трудно. Получается, что ваша оставшаяся часть мышц должна будет взять вот эту силу. То есть накачать так это очень трудно. Если вы руки симметрично работаете, то ничего не получится. Сила однозначно пропадет. Если же у вас мышца сохранена, все волокна срослись, или сухожилия вы сшили, но изменилась геометрия мышц из-за того, что мышца стала короче, или сухожилия стала длиннее, у меня реально сухожилия стала длиннее, а не мышца короче, то все восстанавливаемо, не переживайте. Просто требуется скрупулезная и четкая методичная работа, и все достижимо. В итоге, смотрите, сейчас уже настоящий момент, мышца, в принципе, отлично работает. Я беру, в принципе, любой вес, такой же, как на левую руку, так и на правую. Вот. И спокойно работаю. Вот. Уже без вопросов. Ну, конечно, надо делать аккуратно, понимаете. Восстановительный период, особенно при повреждении связок и суставов, сухожилий, довольно долгий. То есть, такой относительно щадящий режим, когда нельзя брать максимальные вещи и максимальные веса, ну, составляет до полугода. Но, в принципе, вот это мои уже рабочие веса, там, 15-20 килограмм на бицепс, когда вы работаете в изоляции, медленно, спокойно, этого веса достаточно для очень хорошего пампа, и, в принципе, даже для роста. Конечно, для превращения силы этого веса недостаточно. Вот. Но я подожду. Мне торопиться особо некуда. А что касается вот таких вот упражнений, как тяги штанги в наклоне, да, тяга гантели к поясу, подтягивания, здесь вообще проблем нет. Почему? Понимаете, тут даже возникает хороший момент. У вас тот самый случай, когда вы можете исключить абсолютно из работы те мышцы, которые в таких упражнениях работать не должны. Я эти мышцы уже качал буквально на следующий день после получения травмы, и никаких проблем и отклика на бицепс не было. Почему? Потому что в этих упражнениях бицепс работать не должен. Вы должны тянуть, сводя лопатки, тянуть широчайшие мышцы спины. Понимаете? То есть, тянуть трапециевидными мышцами, но ни в коем разе не брать всю нагрузку на плечи лучевую и на бицепс, как это многие делают при подтягивании, например. Ну и при тягах тоже, когда пытаются сократить бицепс. Вот. Поэтому нет худа без добра. Кому надо поправить технику и понять, как правильно надо спину качать, надо попытаться исключить бицепс. Специально травмироваться не нужно. Это безусловно, конечно. Но если такое возникло, вот тот самый случай, когда можно конкретно поработать над своей спиной. Поэтому не пугайтесь в подтягивании, если вы только не подтягиваетесь над обратным схватом, когда действительно подключается серьезный бицепс, а подтягивайтесь именно прямым, правильным хватом. Вот. И когда делаете тяги, бицепсы не работают. И работать можно по полной программе. Фактически, в связи с повреждением бицепса, я исключил из своей работы только изолированную работу на бицепс. Вот и все. Все. Больше ничего. Никаких проблем у меня не возникло. Ну и сейчас я активно подключаю его. И смотрите, в принципе, бицепс приобретает хорошую такую форму. Он довольно высокий стал. Да, короче. Но он пикует. Он довольно высокий. Я думаю, что мне удастся даже и форму еще поменять его. Он станет еще выше. И в принципе, вот такое состояние бицепса, как сейчас есть на правой руке, конечно, не такой длинный, как на левой. Но вообще пиковать будет нормально, хорошо. И такое состояние является нормальной физиологической нормой для половины практически людей. То есть, не у всех бицепсы длинные, есть и короткие. Поэтому я считаю, что, в принципе, восстановление идет замечательно. А вам, ребята и девчата, удачи. Тренируйтесь. Не смотрите на свои травмы, вернее, на травмы смотрите, правильно лечите, восстанавливайте. Все как надо делайте, не переусердствуйте. Но не считайте, что травма это все, это потеря там чего-то, исключение себя из графика тренировок и пятый-десятый. Да даже если бы я не мог бы спину тренировать, я бы ноги тренировал, пресс тренировал, плечи и так далее. Не проблема. Работайте, занимайтесь. И не оправдывайте себя и свою лень. Не занимайтесь индульгированием, и все будет замечательно получаться. А с вами был я, Михаил Шилов, автор проектов drshilov.com и korrektura.ru. Подписывайтесь на мои каналы, на канал на YouTube, на мои сайты, рассылки. Будем с вами чаще видеться. Будет интересно. Всем пока.